Я знала, что кошки обладают развитыми материнскими инстинктами, но теперь мне это стало еще яснее. У меня есть котенок, который пожалел маленького котенка и заботится о нем. Хочу поделиться этой удивительной историей. У меня живет кошка по имени Снежа, недавно она родила котят. Проживаю я в частном доме и как-то однажды услышала писк за воротами. Открыв калитку, я увидела маленького котенка, лежащего на земле и пищащего. Я не знала, откуда он здесь взялся. Походила по соседям, спросила, чей это котенок, но никто не знал. Ходила и кричала кис-кис, может кошка откликнется. Как-то раз я услышала писк за воротами моего частного дома. Открыв калитку, я обнаружила маленького котенка, который лежал на земле и пищал. Я не знала, откуда он взялся. Обошла своих соседей и спросила, чей котенок, но никто не знал ответа. Я посвистела, надеясь, что какая-то кошка откликнется, но никто не пришел на свисток. В это время один из снежки котят выбежал к малышу за ворота. Вернувшись домой, котенок уже был в доме, рыжий затащил его. Я была поражена столь глубоким чувством сочувствия в таком маленьком котенке. Кое-как рыжий дотянул малыша к снеже. Она очень удивилась, не понимая, откуда взялся еще один котенок. Кошка обнюхала его и принялась кормить и вылизывать. А рыжий ни на шаг не отходил от малыша. Осознав, что кошка его не оставит, рыжий побежал играться с котятами. Когда кошка занималась своими делами, рыжий следует за малышом, играет и вылизывает его. Очень интересно наблюдать за ними. Перед этой историей я думала, что кошки не способны испытывать такие чувства, как забота и сострадание. Однако рыжий, маленький котенок, который принял на себя заботу о маленьком котенке-приемнике, доказал обратное. Столь маленький и беззащитный, рыжий проявил заботу и опеку, обеспечивая малышу тепло и питание. И я осознала, что кошки не только умеют проявлять любовь, но и способны настоять на своем мнении и отстаивать своих маленьких друзей. Я также решила, что не буду расставаться со всеми котятами, а сохраню рыжего в своей семье. Я не могла отдать его после того, как он проявил такую заботу и внимание к малышу-приемнику. Мы будем заботиться о них обоих, пока не наступит время, когда они смогут найти свои новые дома. Если рыжий будет чувствовать сильную привязанность к малышу, то мы, возможно, оставим их вместе. В любом случае, я благодарна рыжему за его доброту и заботу, и уверена, что он будет прекрасным другом и товарищем для малыша-приемника, как только тот вырастет и станет более самостоятельным.